Продукция, вырабленная профессионалами. Третий взлет лепших организаций концерна харчовой промысловости прошел в Гомеле. На передние дня работников сельской господарки и пропроцедшей промысловости агропромыслового комплекса. Тут узгадали и узнагородили лепших. Кто стоит за харчовой безопасной страны? В материале Марины Васильевой. Якость продукции кондитерской фабрики «Спартак» вядомая далека за межами Беларуси. Зараз это один из наибойнейших вытворцев кондитерских вырабов в Украине. Тут у вытворческих цехах наладжен складанный процесс. Из разных ингредиентов нараджаются солодкие ласунки. «Спартак» выпускает около 350 наименев. Технологи фабрики постоянно працуют над новыми рецептурами. Кабапярадзе чаканец поживцов, что год з'являются новинки. В следующем году мы планируем запуск линии, подписать уже в эксплуатацию. Это линия по производству шоколада. Шоколада с мелкими включениями. Также в этом году у нас разработано более 20 номинований новых продуктов. Импортозамещение стоит первая задача, которая на сегодняшний день поддается нашим. Разработана линейка шоколада «Милкс», конфет «Милкс». Набыцю линии по вытворчеству плиточного шоколада дозволить повеличить объемы выпускаемой продукции. А так само целком задоволить попыт, як на внутреннем, так и на внешнем рынках. Повеличение могутности дозволить замацовать лидерские позиции и только в Беларуси, а и за мяжой. Фабрика «Спартаку» выходит улик белорусского концерна харчовой промысловости. И не первый год тримается улику лидеров. Если говорить о Гомельской области, мы удовлетворены работой наших флагманов и «Спартака», и «Мозыр Соли», и «Радомира», и «Красного Мазыранина» своей работой. Первое, то, что выросла выручка на 130% за этот период. Выросла рентабельность на 7,5%. Все это дало возможность увеличить заработную плату на 130% в целом по пищевой отрасли. Концерн – основный вытворца харчовой продукции в Украине. На всех предприемствах наладжена одиная экономичная, техничная и технологичная политика. Это десятки организаций по всей краине, шесть из яких в нашем регионе. Миновитаяны отказывают за харчовую безпеку Беларуси. 60% всей продукции, которая выпускается нашими пищевыми предприятиями, их 42% в нашей стране, которые относятся к системе Белгоспищепрома, они находятся, свое покупателя, на территории Республики Беларусь. 40% экспортируется в 45 стран мира, и при этом получаем очень хорошую валютную выручку. Поэтому работают за 9 месяцев, иру составит 107%. Сегодня предприемства концерна харчовой промысловости подводят выники и улучшают планы. Напереде – нарушение промысловой могутности и повеличение отгрузок за межи краины. Робится все умогчимое для поширения географии поставок. Перевага на исходный бок – Россия, Китай, краины Азии. Планируем на следующий год не останавливаться на достигнутом, увеличивая при этом выпуск готовой продукции. Планируем расширить географию экспортных поставок, а также планируем обеспечить эффективную работу всех предприятий, которые входят в состав концерна Белгоспищепром. К слову скажу, на сегодняшний день у нас нет ни одного предприятия, которое бы работало неэффективно, то есть с убытком все предприятия работают с чистой прибылью, и надеюсь, что такая динамика сохранится на следующий год. Параллельно вядя цепленная работа по импортозамещению на властном рынку. И тут головная якость товаров, как беларусы упыльненно отдавали перевагу айчинной продукции. Сегодня лучшие вытворцы краины отрымали заслуженные державные узнагороды и слова подяки. Марина Васильева, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель».